В ночь с 20 на 21 марта Езидат празднует Новый год, так называемую Красную Среду. Истоки этого праздника – в лавилонских обычаях конца трех тысячелетия до нашей эры. Тогда считалось, что в этот день Бог Солнца и Неба сочетается браком с богиней земли и плодородия Бау. Езиды, которых в России чуть больше 40 тысяч человек, древнюю традицию хранят до сих пор. Верны они и своей религии, езидизму, возникшей на севере Междуречья за долгода христианства и ислама. Встретить россиян езидов можно и в самом что ни на есть древнем русском регионе – Ярославской области. Представители этого народа есть как в городах – Ярославле, Рыбинске, Угличе, Мышкине, так и в деревнях – Некрасовского и Даниловского районов. А в старинном городе Тутаеве после русских езиды занимают почетную вторую строчку по численности, их там 444 человека. А всего в Ярославской области сейчас живут 5,5 тысяч представителей этого народа. За 8 лет между последними переписями их количество здесь увеличилось на тысячу человек, то есть на 25%. Причем вовсе не из-за демографического взрыва, многодетность у езидов – редкость, обычно в семье два ребенка. Рост произошел из-за переезда к ярославским езидам родственников в основном из Армении. Глава Совета Ярославской национально-культурной автономии езидов Файза Палатов считает, что это естественно, все народы, будь то русские, грузины или армения, стараются жить поближе к своим родственникам, насколько это возможно. У нас считается, что один езид – это не езид, так как в одиночку он не может соблюдать свои традиции и обряды. На Новый год, Айцарсали, у нас обязательно готовят кулич. Это древнее название русские взяли именно у нас. По нашему преданию 7 ангелов принести 7 компонентов этого угощения – муку, сахар, воду и все остальное. В тесто при приготовлении кулича езида обязательно кладут бусинку или монетку. В среду кулич готовят, а в четверг с утра встают лицом к солнцу, читают молитву и режут его. Кому достается монетка или бусинка, тот становится талисманом этой семьи на весь год до следующего кулича. Поклоняются езиды святой триаге. На первом месте Бог – Ходэ, в дословном переводе минус сам себя создавший. Себя езиды называют ездили из да, что означает кем-то созданное. На втором месте находится солнце, Божье святилище, дающее жизнь на земле. На третьем месте – верховный ангел Таус, руками которого Бог, по мнению езидов, сотворил все на земле, людей, горы, моря, леса. Езиды считают себя первыми людьми, которые признали единого Бога. Да и после каждой молитвы они обращаются к Богу, чтобы он пришел на помощь сначала 72 народам мира, и только потом – езидам. Оказывается, просто взять и принять езидизм нельзя. Езидам можно только родиться, от отца езида и матери езидки. Однако перестать быть езидам можно, приняв другую веру. Но бывает так очень редко. Представители этого народа говорят, религия – это не рубашка, когда захотел, снял и надел другую. Иногда я сам удивляюсь, как мы смогли сохранить свою религию, продолжает Файза. Езиды очень быстро интегрируются. Наверное, это уже генетически обусловлено. На протяжении веков мы подвергались гонениям со стороны исламского мира, пережили крестовые походы. Мои предки приняли российское подданство в начале 19 века, спасаясь от исламского геноцида. С тех пор наша история неразрывно связана с историей страны. Мы воевали за Россию во всех русско-турецких и русско-персидских войнах. Пережили Октябрьскую революцию, сталинские репрессии и перестройку. Вместе со всеми защищали родину во время Великой Отечественной. Есть даже езид – герой Советского Союза. Субтитры создавал DimaTorzok